Вести Карачаева, Черкесия Черкесская городская клиническая больница начала функционировать в штатном режиме с сохранением коек для оказания стационарной помощи ковидным больным. Отделение для коронавирусных больных на 20 коек полностью изолировано от остальной больницы. Соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для функционирования ковидного отделения внутри больницы. Напомним, Черкесская городская клиническая больница являлась не только самым крупным ковид-госпиталем в республике на пике заболеваемости 350 коек, но и единственным в Карачаеве, который беспрерывно работает с начала пандемии, то есть более двух лет. За это время здесь успешно прошли лечения и были выписаны порядка 9 тысяч человек. Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики совместно с Фондом развития промышленности Карачаев-Черкесии будут оказывать финансовую поддержку промышленным предприятиям региона. В частности, будут предоставлять безвозмездные гранты на возмещение части затрат промышленных предприятий на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств. Размер финансовой поддержки составляет до 90% затрат предприятия на погашение процентов, но не более размера ключевой ставки Центрального банка России на дату уплаты процентов. Всю необходимую информацию можно узнать в Фонде развития промышленности, который расположен по улице Калантаевского, 36 в Черкесске. Жители Карачаев-Черкесии могут сами определить список территорий, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого достаточно зайти на платформу загородсреда.ру и отдать голос за объект в рейтинговом голосовании. Подробности у заместителя министра строительства и ЖКХ Зульфиры Батчаевой. По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать из двух одну территорию. Это либо аллея под Аватаро, либо лестничный спуск на Зеленый остров. По городу Карачаевску отбираем дизайн-проект улицы Мира. По городу Уйджигута будут выбираться из двух скверов один, либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены. Тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице. И также аллея по улице Бардина. Очередной гуманитарный груз отправился для жителей ДНР и ЛНР. Машина с 12 тоннами питьевой воды, а это более 2300 бутылок, объемом по 5 литров, направилась из Зеленчукского района. Гуманитарный груз предназначен жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины. Такую помощь оказал житель села Маруха Зеленчукского района Ахмад Дадуев при организационной поддержке главы муниципального образования Ханафея Ижаева. С 26 по 29 мая текущего года в гостином дворе Москвы пройдет суперфинал конкурса «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Карача Ачеркесию представит министр цифрового развития Валерий Медовый. Он стал одним из победителей финала трека «Государственное управление» в Северокавказском федеральном округе. Всего в этом четвертом сезоне прошло 14 финалов треков конкурса, по итогам которых определены 300 суперфиналистов. Это 126 победителей трека «Бизнес и промышленность» и 87 победителей трека «Государственное управление» из всех восьми федеральных округов, а также 37 лидеров трека «Информационные технологии», 18 лидеров трека «Наука», 14 победителей в культуре, 11 в здравоохранении и 7 победителей трека «Международный». Суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей, а в случае победы в суперфинале также возможность поработать с выдающимися управленцами страны, председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации президента России, федеральными министрами, губернаторами и т.д. Органами Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии одобрены выплаты на 4100 детей от 8 до 17 лет. Информацию комментирует руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. В органы Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии за первые 10 дней мая поступило более 15 тысяч заявлений. На сегодняшний день уже рассмотрено и одобрено порядка 2,5 тысяч заявлений на более чем 4 тысячи детей. Этим семьям уже с 11 мая начали поступать первые выплаты сразу за 2 месяца – апрель-май. 99% заявлений было направлено дистанционно через портал государственных услуг. Еще 24 заявления подано в многофункциональные центры и 53 вкленские службы Пенсионного фонда, которые продолжали работать все праздничные выходные дни мая. Более 12 тысяч детей из Карачаево-Черкесии смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории Республики. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется стопроцентная загруженность, рассказала заместитель министра образования и науки Лейла Атаева. Начало летней оздоровительной кампании мы планируем на 1 июня. В течение лета будут организованы 5 или 6 смен продолжительностью по 14 дней. И в загородных лагерях у нас их будет 6. Плюс мы запустим работу лагеря палаточного типа. И остальные детки у нас будут отдыхать, как всегда, летом в школьных лагерях. Планируем охватить, я думаю, чуть больше 12 тысяч детей в этом году. Министерство образования и науки Крачево-Черкесской Республики под приказом об обеспечении комплексной безопасности в школьных лагерях дневного пребывания в целях обеспечения этой безопасности начальника муниципальных органов управления образованием предписывает создать условия для безопасности жизни и здоровья детей. В регионе прошел республиканский форум «Дни карьеры» в Карачаево-Черкесии, в рамках которого составился грантовый конкурс проектов Северокавказка Федерального округа среди физических лиц. Программа была насыщенная. Она включала лекционные, тренинговые и досуговые мероприятия с участием экспертного сообщества. А это три дня форума, две площадки и 63 участника. Эксперты приняли защиту проектов самого разного направления от бизнеса и туризма до IT, искусства, кинематографии, кулинарии и патриотики. По итогам конкурса грантовую поддержку от 100 до 400 тысяч рублей получат 18 представителей молодежи Карачаева-Черкесии. Это в частности Артур Нашев с проектом «Киномастерская братьев Растовых», Лейла Чачаева с каворкинг «Пространство мастерская», Карина Чамаева представила проект «Лига КВН Карачаева-Черкесии», Расим Попшоу в «Медиа-центр», Магомед Узденов в «Молодежный передвижной лагерь дружбы народов под общим небом», Алина Алчакова в «Проект молодежный тренинговый центр Карачаева-Черкесии» и другие. Объемы отгрузки овощей из Карачаева-Черкесии выросли почти вдвое, сообщила старший государственный инспектор Северокавказского межоригинального управления Россельхознадзора Светлана Зорина. В апреле с северокавказским межоригинальным управлением Россельхознадзора проконтролирована отгрузка более 5000 тонн свежих овощей из Карачаева-Черкесской республики. Томаты, огурцы и баклажаны благодаря тепличному производству поставляются в регионы страны круглый год. Однако в апреле отмечается рост объемов поставок почти в два раза. Так, например, в марте из республики было отгружено 2769 тонн овощей. Все партии перед отправкой проходят фитосанитарный контроль, отбираются опробы для исследования. И только после получения результата фитосанитарной экспертизы на подкарантинную продукцию оформляются карантинные сертификаты. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаеве-Черкесе при содействии Министерства культуры. В ней дети от 14 лет смогут раскрыть свои таланты и попробовать себя в самых разных направлениях искусства, рассказал министр культуры региона Зура Багирова. В рамках школы креативных индустрий в первую очередь учиться будут дети, школьники, талантливые, способные к различным видам современных искусств. И мы будем их обучать, как овладевать навыками, которые сейчас востребованы на рынке. Субтитры создавал DimaTorzok Приложение Сбербанк Онлайн недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. Мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских. Напомним, все ранее установленные приложения продолжают работать. Новые пользователи могут использовать веб-версию Сбербанк Онлайн, которая специально адаптирована для мобильных устройств. В то же время для пользователей на платформе Андроиды есть возможность установить приложение, но только с официального сайта Сбербанка. В зарубежных магазинах приложение оно недоступно. Официальное приложение Сбербанк Онлайн на фоне блокирующих санкций западных стран с 12 апреля недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store и Google Play. Быть бдительными к населению обращается и региональное министерство внутренних дел. Мошенники придумали новый способ обмана. Преступники делают рассылку в мессенджерах от имени популярных торговых площадок в сети интернет, обещая выгодные предложения в виде крупных скидок на товары. В сообщениях предлагается перейти по ссылке, чего категорически делать нельзя. Данная ссылка переводят на сторонний сайт, созданный мошенниками, и очень схожий с настоящей легальной торговой площадкой. Если сделать заказ на данном ресурсе, товар вы не получите и деньги не вернут. Более того, данные вашего банковского счета и карты могут быть похищены преступниками и использованы для последующей кражи средств. Не забывайте, что, переходя по непроверенным ссылкам, можно загрузить в свой телефон, планшет или же компьютер вирусную программу, которая будет передавать ваши данные мошенникам. Карачаево-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСАВ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Здесь будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых будут познавать основы военной службы, а именно тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки и правила радиационной, химической и биологической защиты. В административно-учебном корпусе будут жилые модули на 60 курсантов, столовая, медицинско-бытовой и спортивные комплексы. Ожидается, что к учебным сборам будут привлекаться старшеклассники, а также учащиеся колледжи и профтехучилищ, рассказывает министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе, и целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачао-Черкесии, Ержином Бориспиевичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаева Черкесской Республики 9-10 класса, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаевской Республики именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаевской Республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. Учитель информатики средней общеобразовательной школы номер один станицы Зеленчукской Кульзина-Ченкаева стала призером заключительного этапа второй Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей информатики про IT. Мероприятие проходило в Москве в эти дни. В финале принимали участие 59 победителей оригинального этапа из 58 субъектов Российской Федерации. В дистанционном этапе олимпиады свои профессиональные компетенции проверили почти 4000 учителей информатики со всей страны. Масштабная генеральная уборка прошла в Усть-Джигутинском районе. По инициативе Министерства природных ресурсов и экологии в период с апреля по ноябрь текущего года пройдут мероприятия по уборке территории населенных пунктов в муниципальных районах и городских округах. Старт экологическому марафону генеральная уборка в прошлом месяце дали в Адыгихабрском и Ногайском муниципальных образованиях. В этот раз в Усть-Джигутинском районе на очистку берегов высшие сотрудники администрации, трудовые коллективы и жители населенных пунктов. В конце мая генеральная уборка пройдет в Зеленчукском муниципальном образовании. В Центре образования номер 11 Черкеска состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной нахождению в годы Великой Отечественной войны в этом учреждении Ивака Госпиталя номер 3189. Он действовал с 5 августа 1941 по 9 июля 1942 года. В это время начальником был военный врач 2-го ранга Михаил Шишков. В эвакуационном госпитале оказывалась медицинская помощь. Здесь лечили раненых и больных. В годы Великой Отечественной войны Ивака Госпитали разворачивались в составе госпитальной базы фронта, тыла, иногда и армии. Как мы уже сообщали, военные песни на языках народа в республике прозвучат в рамках проекта «Фронт Офф. Жизнь за пределами войны». Принять участие в нем смогут дети от 12 до 16 лет. Конкурс продлится до 1 июня. Подробности у начальника информационного отдела Государственной филармонии республики Динары Кардановой. В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь 12-16 лет. Они должны перевести одну из военных песен, кроме «Темной ночи» и «День победы», на один из четырех субъектов образующих языков «Корчаево-Черкесской республики», «Корчаевский», «Черкесский», «Абазинский» или «Ногайский» и направить чек на телефонную почту. Эти две песни будут переведены нами, и они будут завершающими песнями концерта. Их будут петь на всех пяти субъектов образующих языках. В результате конкурса будут выявлены 8 победителей, которые смогут принять участие в завершающем концерте проекта и спеть в дуэте с популярными артистами «Корчаево-Черкесской республики» и с арестами государственной филармонии. Конкурс уже объявлен, проводится с 14 апреля по 1 июня. Результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте государственной филармонии. В Карачаево-Черкесии прошел Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа» в рамках празднования столетия со дня образования республики. В мероприятии приняли участие около пяти сотен человек из разных уголков нашей огромной России и не только Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Капардино-Балкарии, Адыгеи, Северной Осетии, Ростовской области, Карачаево-Черкесии, а также Абхазии и Южной Осетии. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку? Не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера? Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера? Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным, не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.